Сколько времени нужно для подготовки? Как нужно заниматься, чтобы прийти на экзамен не с пустой головой? Какие техники и секреты эффективной подготовки существуют? Если вы смотрите это видео, наверняка ищите ответы на аналогичные вопросы. Я приготовила для вас несколько рабочих советов, как подготовиться к сдаче ЕГЭ. Приступим! Сколько времени нужно для подготовки? Скажем так, подготовиться к ЕГЭ за год вполне реально. Можно начать готовиться еще в 10 классе, на летних каникулах перед выпускным, но мало у кого есть достаточно силы воли. А вот в начале 11 класса уже точно пора начинать. Тогда за оставшееся время до экзаменов как раз успеете повторить все, что учили в школе все эти годы. Но для этого у вас должна быть своего рода база. Итак, что может послужить твердой базой для вашей подготовки? Во-первых, школьные уроки. Не сбрасываем их со счетов, ведь учителя в школе уделяют много внимания подготовке к ЕГЭ и натаскиванию на тесты. Во-вторых, самоподготовка. И в-третьих, специализированные курсы или занятия с репетитором, очные или, например, с онлайн-репетитором на нашем сайте. Вам обязательно понадобится помощь какого-нибудь преподавателя, чтобы было кому проверить оформление задач второй части, когда будете решать тесты при самоподготовке. Будет это школьный учитель или репетитор, не так важно. Главное, чтобы было к кому обратиться за помощью и контролем. Выясните реальный уровень своих знаний. Оценки в журнале далеко не всегда адекватно его отражают. Для этого возьмите тесты ЕГЭ за 2021 год. Засеките время, все как на настоящем экзамене. Заданием, с которыми вы не смогли справиться или в которых допустили ошибки. И соответствующим им темам надо будет уделить больше всего внимания. Пометьте на бумаге эти задания и эти темы. Теперь перед вами предварительный план подготовки. Еще один обязательный пункт подготовки к ЕГЭ – пробное тестирование. Полезно для того, чтобы узнать, как вы сможете выполнять задания в боевом режиме, чтобы оценить, сколько времени вам реально потребуется для выполнения каждой из частей теста. И еще, когда вы придете в класс в день настоящего ЕГЭ, обстановка не будет для вас совсем новой. Значит, сможет не так сильно выбить из колеи. Как правильно подготовиться к ЕГЭ? Вот небольшой список того, что поможет вам продуктивно готовиться к экзамену. Итак, уделяйте достаточно своего времени как обязательным предметам, так и тем предметам, которые вы выбрали сами. Распределите предметы, по которым будете готовиться, по дням недели. Можно прямо на календаре разметить себе график занятий. Повторять несколько предметов в один день не стоит, в голове будет настоящая каша. Чередуйте задачи в течение недели. Например, в понедельник можно учить новый материал или решать какие-то незнакомые задания, а во вторник заняться повторением. Отведите занятием полтора-два часа каждый день. И не забывайте делать перерывы. 20-40 минут позанимались, 10 минут отдохните. И оставьте себе один день для законного отдыха. Свой перерыв не торчите у телефона или компьютера. Лучше встаньте и разомнитесь. Пресс покачайте, например. Или просто полежите минут 10 закрытыми глазами в тишине. Дайте мозгу расслабиться, а глазам отдохнуть. Организуйте себе правильно рабочее место. Уберите со стола все, что отвлекает. Спрячьте журналы с яркими обложками, засуньте подальше телефон. Избавьтесь от хлама на столе. Составляйте себе ежедневный список дел, а пройденные этапы вычеркивайте. Вам понравится наблюдать, как длинный список сокращается. Повторяйте материал по вопросам. Например, по тому плану, который вы себе набросали во время самого первого тренировочного теста, о котором говорилось выше. Структурируйте материал удобным для себя способом. Делайте короткие конспекты, выписывайте на карточке даты, формулы и термины, рисуйте блок схемы, составляйте списки, стройте чертежи. Старайтесь понимать, а не зубрить. Из-за стресса можно растеряться и забыть все выученное. Но то, что вы смогли понять, останется точно с вами. Выполните как можно больше публикованных тестов по каждому предмету. Не знаете, где взять? Вы можете пройти тест на нашем сайте TutorOnline. Ссылка будет в описании. Как подготовиться к ЕГЭ по математике? Конечно, для каждого предмета есть свои специфические рекомендации. Например, когда беретесь за математику, уясните. Все задания в тесте можно разделить на группы. Задачи на базовые знания по алгебре, базовые задачи по геометрии и сложные задания из второй части. Подготовку надо строить так, чтобы проработать каждую из групп. Например, уделите достаточно внимания базе. Без нее вы с остальными группами не справитесь. Сюда входит задание 1.11 на основные понятия из алгебры и свойства геометрических фигур. Для части 2 имеет смысл тщательно повторить тригонометрию, свойства функций, формулы приведения, методы решения уравнений, проработать решения неравенств, начиная с метода интервалов, а далее заняться показательными неравенствами, логарифмическими, методом рационализации. А если все эти термины вызвали у вас страх и ужас, тогда я вам рекомендую записаться на курс по подготовке к ЕГЭ по математике со мной. Средний результат выпускников нашего курса 80,4 балла. Присоединяйтесь к курсу, ведь первые два занятия вы получаете бесплатно. В геометрических задачах половина успеха – хорошее знание теории. Это для части А. И хорошо построенный чертеж, на который надо нанести все, что дано в условии задачи. Все, что вам известно о конкретной фигуре, о ее свойствах, все это тоже может пригодиться. Главное помните, ключ к любому сложному заданию, надо свести его к простой задаче на основе базовых знаний. Именно поэтому они так важны. Даже если перед вами запутанное уравнение или сложное неравенство с параметром, их всегда можно упростить или как-то преобразовать. И получите в итоге какое-то уравнение или неравенство из вашей базы. Да, кстати, повторите формулы сокращенного умножения, они вам точно пригодятся. И в заключении, если вы не поленитесь выполнить хотя бы часть из этих рекомендаций, вам не придет в голову спрашивать, как быстро подготовиться к ЕГЭ. Вы ведь уже в курсе, что хорошо не значит быстро. И не верьте тому, кто обещает натаскать вас на тесты за пару недель. Скорее всего, вас просто пытаются обмануть. Используйте наши рекомендации, чтобы подготовиться к ЕГЭ и по другим предметам. Биологии, химии, географии, информатики. Расскажите в комментариях под видео, какие секреты подготовки есть у вас. Наверняка другим зрителям тоже пригодится ваш опыт.